Мурманск Центр занятости населения Дорожно-строительный трест Водители автомобиля, диспетчеры, машинисты-экскаватора, водители вахтовых автобусов, водители самосвалов, бульдозеристы, трактористы на К-700, водители водовозок. На эти специальности предлагается зарплата от 50 тысяч рублей. Также трест предлагает должности инженера-геодезиста зарплата 80 тысяч рублей и руководителя проекта с опытом работы на дорогах зарплата от 100 тысяч рублей. Как отметили в Центре занятости населения, среди безработных, состоящих на учете, порядка 20 человек соответствуют заявленным требованиям. Микрозаймы для предпринимателей Микрозаймы для окружных предпринимателей составляет сегодня от 6 до 10% годовых. Начинающие предприниматели также могут воспользоваться микрозаймом для реализации своих бизнес-проектов. До конца года планируется заключить еще несколько договоров с предпринимателями на микрофинансирование. Микрозаймы для предпринимателей За половину стоимости ездят дети, студенты-очники до 23 лет включительно. Пенсионеры, женщины старше 50 и мужчины старше 55 лет. Такие же условия проезда вводятся для других категорий граждан. Изменения коснутся ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и пострадавших от политических репрессий. Решение о замене бесплатного тарифа на специальный было принято с целью недопущения двойного финансирования данной меры поддержки за счет окружного бюджета. Дело в том, что эта часть населения защищена окружным законом о мерах социальной поддержки граждан, согласно которому они получают ежемесячную компенсационную выплату в размере 788 рублей. Выплата в том числе рассчитана и на компенсацию проезда на водном транспорте. Введение специального тарифа для льготников направлено на оптимизацию расходов окружного бюджета. В Ненецком округе утвержден пятилетний план по импортозамещению. Он разработан по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева и утвержден постановлением администрации округа. Ранее он был рассмотрен экспертным советом по импортозамещению в Ненецком округе и согласован с Министерством сельского хозяйства. Документ разработан в целях увеличения объема товаров, работы, услуг, производимых и реализуемых в округе. Планом определены мероприятия в сфере сельского хозяйства и туризма. Он включает традиционные и доказавшие свою эффективность меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, в их числе субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, субсидии на 1 кг реализованного и отгруженного на собственную переработку молока, предоставление бюджетных инвестиций на приобретение технологических комплексов по обои и первичной переработке оленей. Кроме того, план включает реализацию четырех инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, способствующих импортозамещению. Речь идет о создании ферм из сельскохозяйственного рынка. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный Октябрь» первым из оленеводческих хозяйств Неницкого округа начал убойную кампанию. В планах производственников направить на убой около 1700 оленей и заготовить 64 тонны мяса. Убойную кампанию СПК «Красный Октябрь» проводят на территории Республики Коми в Воркуте. Начать заготовку мяса оленины в столь ранние сроки позволила погода. На момент начала кампании в районе Воркуты температура воздуха составляла минус 4 градуса. Полностью завершить убойную кампанию в хозяйстве планируют в декабре месяце. Все сырье и руководство хозяйства намерено направить на промышленную переработку в Наринмар. Вывоз оленей начинается в январе, когда откроется зимняя дорога. По информации профильного департамента, убойная кампания на территории Неницкого округа может начаться уже в начале ноября. Оленеводы ждут наступления заморозков. Всего, по данным оленеводческих хозяйств, для заготовительной кампании текущего года прогнозируется сформировать убойный контингент в количестве 40 тысяч голов. Забиты первые сваи с нового завода «Заполярье». Сваи используются для строительства новой школы в микрорайоне авиаторов. В партиях 6-метровых свай в количестве 70 штук отгружены на стройплощадку. По условиям контракта, завод произведет тысячу аналогичных железобетонных изделий для строительства школьного комплекса. Завод строительных конструкций «Заполярье», запущенный в сентябре текущего года, выходит на промышленные объемы производимой продукции. Помимо школы на авиаторов, у предприятия планируется еще несколько заказов. В частности, речь идет о безготовлении комплектующих железобетонного моста в поселке Искателей и производстве стеновых трехслойных панелей для нового детского сада на авиаторов. Заключенные контракты обеспечат работу завода на весь зимний цикл. В ближайших планах – производство готовых домокомплектов. До конца года в Нинецком округе достроят три дома на 147 квартир. О готовности к водо-эксплуатации строящегося в Нинецком округе жилья на расширенной планерке при губернаторе округа доложил вице-губернатор, руководитель профильного департамента Алексей Еремеев. До конца текущего года в Нинецком округе планируется к сдаче три новостройки. Первым в списке домом, который введут в эксплуатацию этой осенью, станет четырехквартирный дом в поселке Шойна. Объект практически готов. В настоящее время завершается благоустройство придомовой территории. Параллельно ведется подготовка технической документации. На стадии высокой готовности многоквартирный жилой дом маневренного фонда в городе Наринмаре по улице Макарабаева. На сегодняшний день на объекте завершается работа по благоустройству придомовой территории и работа по вентиляционным системам. Дом на 23 квартиры построен менее чем за один год. Контракт с компанией-подрядчиком был заключен в феврале текущего года. Кроме того, в конце 2016 года планируется введение в эксплуатацию шестисекционного дома по улице Авиаторов, начало строительства которого было положено в конце 2014 года. Жилой дом на 120 квартир предусмотрен для переселенцев из ветхого и аварийного фонда. За 9 месяцев текущего года в целом по округу добыча нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 918 тысяч тонн или на 8,5%. Мониторинг добычи нефти на территории региона ведет Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа. Рост объемов обусловлен в первую очередь наращиванием добычи нефти на месторождениях имени Требса и Титова компании «Башнефть-Полюс» и на Лабаганском месторождении нефтяной компании «Роснефть». Суммарно за три квартала 2016 года недропользователи добыли 11,7 миллионов тонн нефти. Таким образом, план добычи на текущий год выполнен на 72%. Кроме того, растет добыча на шельфе Печорского моря. На приразломном нефтяном месторождении «Газпромнефтшельф» за 9 месяцев-то было почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Накопленная добыча по проекту на сегодняшний день превышает 2,5 миллионов тонн.